До 25-го. А потом что? А потом все. Закроют маршруты или что? Да. Маршруты не закроют, а вот пассажироперевозчика «Гастранс» с них просят уйти. Компания, которая курировала три направления – 33, 77 и 121 – проиграла конкурс на это право по весьма странным, как считают сотрудники, причинам. Например, видеокамеры в салоне подключены не были. И хотя это не прописано в положении, комиссия посчитала это нарушением и отдала победу «Транслайну» – компании с официальным штатом в четыре сотрудника и действующими автобусами в других муниципалитетах. Из-за споров компании городской комитет накануне провел еще один конкурс на перевозку. Завтра уже должен кто-то выехать на маршруты. Вот на сегодня, на час дня, мы не знаем, кому выдано свидетельство, но опять же руководствуемся только слухами, что снова победил «Транслайн». По условиям этого конкурса, как и предыдущих, комиссия провела осмотр автобусов компании. Это автобусы пока действующего перевозчика «Агаз-Транса» 33, 77, 121. По словам его работников от «Транслайна», на комиссию зачем-то пригнали машины с бийского маршрута 55. Оказывается, с 21 марта в Бийске его нет. Наряду с автобусами из Наукограда здесь заметили и транспорт бурнаульских направлений 120, 58 и 59. Выходит, эти маршруты идут в счет будущего автопарка «Транслайна» и 59 маршрут сегодня, завтра станет, например, 33. Третьим. Этот и еще ряд вопросов мы адресовали в городской комитет по транспорту. Остается неясным, какая компания будет обслуживать маршруты. Антимонопольная служба и суд посчитали победу «Транслайна» в конкурсе прошлого года незаконной и предписали приостановить действие, выданного ему свидетельства. Этого не сделано до сих пор. А прежний перевозчик «Агаз-Транс» без документов зайти на маршрут не может. Так что с завтрашнего дня обслуживать три направления, по сути, никто не имеет права. Анастасия Драган, Александр Антропов. Наши новости.